Я рад приветствовать вас. Мы в последний раз первые собирались в феврале, когда я представил свою концепцию философии антиязыка. В этот раз событие более грандиозное. По крайней мере, я так его маю определяю. Может быть, самое главное философское событие этого года. Ни много, ни мало. У меня в Москве вышел третий тон книги «Сегодня делать философию в России». Вот эта книга. Толстая. 736 страниц. Ну, а iPhone 4 вот так будет. Я еще буду тут сопоставления делать. Значит, одним из авторов. Это вот третий локон играет Александр Балдачев. Ну, я тут... Завтра вы не сгиваю. Он, по-моему, еще философию не получил. Да? Ну, да. Она у меня в Москве до сих пор не доехала, да. Ну, вот мне две недели она шла. Наконец-то доехала. Сейчас я уже стал рассылать авторам, которые живут в Москве. Значит, ну, очень большая книга получилась. Истана небольшим пиражом. Сростой экземпляров. За свой счет я ее издавал. Истана без цензора, как предыдущие два дома. И 1036 ныне живущих философов. Ну, ныне живущих на период создания третьего дома. К сожалению, пять из них уже умерли. А в целом, эта книга является завершающей. Мой проект, по крайней мере, я его сейчас приостановлю. По изданию этих трех томов. В 2007 году вышел первый том. Вот такой. Здесь было тридцать... Тридцать один автор. Ну, в конце он с границ вот. Масштабы. Книга надела много шуму. Связанная... Ну, все было связано с тем, что сюда попарила, в общем, разношостная философская публика. Ну, и вот этим стандальным проектом я продолжил в 2011 году издал второй том. Здесь тридцать четыре философа. Таким образом, три тома у меня включают сто философов. Такой, получается, у нас триколор. Он специальный дизайн сделал про ту. Триколор. Чтобы представить современную русскую философию в полном свете. Так, ну, если говорить о питерских философах, то в первом томе у меня представлены Валерий Савчук и Александр Сихацкий. Валерий Савчук и Александр Сихацкий. Во втором томе это у меня... Это питерские, в смысле, да? Да, 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 да. Переходил бы Читинский философ. Затем Татьяна Горичева. Ну, и здесь есть ряд философ, которые так или иначе связаны с Питером. Это Игорь Семенович Конд, который уже жил в начале Питера в Ленинграде, потом переехал в Москву. А в третьем томе это Александр Покачев, в этом году скончавшийся Валерий Сагатовский. И также связанный с Питером Леонидом Столовичем, который жил в ТАК. Значит, вот сто из живущих авторов, которые представлены либо в виде беседы философской со мной, либо своим текстом, а не текстом. Ну, вот это такая угодная. Значит, я не знаю, вопросы мы в конце будем задавать. Мне сначала представить проект. Кто-нибудь вообще из вас держал эти книжки? Нет. В руках. У меня... ПДФ были первые, я читал. Вторые, даже ПДФа не было. А третью читал еще нигде. Первый и второй том, они в ПДФ есть? Я видел какой-то ролик, где кто-то ждет такую книжку. Я видел какие-то ролики, где кто-то ждет такую книжку. Ну, это я первый том сжигал на хорестах. Значит, первый том издан тиражом 3000 экземпляров, второй том издан тиражом 1000 экземпляров и третий том издан тиражом 100 экземпляров. Да. Вот такая деградация современной русской философии. И как судьба этих первых 3000 экземпляров? Удалось импадать-то? Сдать, продать удалось? Значит, первый том разошелся, его очень активно распространяли. Это еще было до кризисное время. Затем я хотел издать сразу второй том, но не удалось, потому что еще и смогут получить кризис. Ну, и третий том мне пришлось издавать самому, потому что он получился самым стандарным. Это надо действительно его подержать в руках, посмотреть, что здесь представлено. И он издавался без сенсору. Потому что второй том, при сенсору одного автора захотели публиковать, у другого автора попросили убрать этот текст. Ну, и в третьем томе у меня все издано без сенсору. А кто делал сенсору-то? Да. Что такое сенсора и какого автора попросили убрать? Ну, по цензу попал русский общественный бедер Игорь Шапаревич. Там был текст русов, убил его потом. Понятно, да-да-да. Понял, я понял. И теперь попросил брать Татьяну Горичу, его пришлось тоже заменить из-за того, что он образовался слишком православным. Ну, в третьем томе Шапаревич, он сожидан, он представлен. Ну, вот, к сожалению, пять восков на момент выхода книги уже скончались. Хотя, когда я договаривался с ними, они еще проживали. Да. Значит, в третьем томе я объединил в конце те отклики, которые были на первые два тома. И, действительно, события... Вот сейчас в Москве проходит Ярмэкономфиршн. Я, к сожалению, живу сейчас не в Москве, поэтому выставлять книгу не могу. Но, несомненно, выход этого мища, он значится в 2013 годом. Значит, целый год еще я его буду лягивать, писать лицензии и всячески пропагандировать. Так, значит, ну, вот видите, у вас нет книги, поэтому нет, о чем идет речь. Значит, книга открывается, третий том открывается... Сейчас я его открою. Извините, а цензуру кто делал? ...психитрическая эстетиза Смирнового. Это один из актов этого третьего тома. Катурший студент философского факультета МИКУ, который бьет морду всем философским бонзом и атаками Москвы. Несколько у вас... В натуральном... В натуральном смысле бьет, да? Да-да. Да, в буквальном смысле. Значит, здесь приведена вот амбулаторно-судепно-сихиатрическая экспертиза, которую заказала администрация философского факультета этому самому Смирновому. Полную прокатику Каченко, где был признан шизофреником и какой-то экспертизе отчислен из философского факультета. А в конце, где приложения приведены, значит, отрывки из судебного дела по тому самому случаю, который набил морду Каченко философского факультета Миронову на мероприятии, посвященном Международному Днюю Голософию. История очень интересная, как говорил Елиан Смирнов. В этот момент лекцию читал Юбин Хабермас. Видимо, Миронов не выдержал речей о правах человека, и по студовестии вышел в файи, тут же получил помощь. Получил помощь. В интернете, когда приехала парица, когда попрашивали наших философских фонс, как они комментируют это событие, то, естественно, они выставили Смирнова дурачком. Ну, а я его включил в третий том с его философским романом, который является своеобразным таким ремейком «Желтого дома земноглева» и посвящен описанию современных философских институций Москвы и Фетбурга. Ну, это самая главная извинка этого третьего тома. Это похоже на книгу «Сто великих евреев». Вот евреи любят там тоже как бы считаться, и они там постоянно издают такой сборник «Сто великих евреев». А тут что-то типа такая пародия, «Сто великих философов» в России. Геннадийских философов у меня тоже много, я демонстательный. И живет в Израиле, это Соломон. Он, как бы сказать, в Белоруссии специалист по семертике, по философии знаковой системы. Пишет на русском языке и языки издает звуки на русском языке. Поэтому я тоже включил злой том. Ну, здесь давайте я хотя бы перечислю тех авторов, которые я представлю. Ну, я по именам, не по фамилиям. Композитор Михаил Аркадьев, философский антрополог Павел Гублевич, философ Петр Галитин, философ Владимир Печенец, философ Владимир Путылев, философ Петр Галитин, первый муж Александр Гудцов, социолог и философ Нутовая Роза, Абрам Соломон, Леонид Столович Голов, Виктор Шаповалов, российский философ России нет, Сергей Шилов, Андрей Шуман, это белорусский антрополог, который сейчас подойдет в Польшу, который издал похожие тома, посвященные восточно-эгоропейской логике. И Алексей Шухов, это московский философ, который же Фил, Александр Галитин. Так, и следующие, значит, персоны, представленные своими текстами, это Рассова, про слово, ну, специалист по расовой мысли, Владимир Авдеев, Олег Арансон, Анатолий Апутин, Александр Балдачев, Владимир Мусарецкий, Владимир Кампов, Максим Небедев, Владимир Рихневов, Владимир Молчанов, Невил Матрашилов, Александр Перцев, Валерий Подорога, Валерий Саратовский, Карен Сластьян, Юлиан Смирнов, Академ Кремен, Вячеслав Стой, Валентин Целищев, Игорь Шафаревич и Михаил Емпольский. Эти 36 авторов представлены в третьем году. Ну, вот я признаться, из них знаю человек пять только, всего этого списка. Каково интересно? Ну, это Игорь Шафаревича, Емпольского, Александра Балдачева. По дороге? По дорогу, да, знаю. Вот так. Ну, Ахутина не знаешь? Нет, Ахутина не знаю. Ну, или Калужева, Калужева, конечно. А? А? А, Калужева, да. А, Калужева знаю, конечно, да. Ну, вот я говорю, человек пять знает только, всего этого списка. Притом, как бы, блин. Ну, хорошо, ладно. Вот я тут, готовясь к нашему мероприятию, читал интервью, которое уже со мной записала Ольга Баула, и она интересный такой текст, предваряющий вопросы выставила. Мне он понравился, я посмеялся, потому что давно этим не занимался, уже три года не живу в Москве, значит, пишет. Дело в том, что автор проекта сам в себе проект. В нынешней культурной жизни он избрал себе, давно, кстати, никем, а как следует не занимавшуюся, нишу стандалиста и провокатора. Значит, Валерия Международная премия Звездный Павлос в номинации «Философика» за 2008 год утерирует образ крайне идиозного персонажа, который не упускает случай, лучше сказать максимально неудобное публично сорбить святое, шокировать или хотя бы привести в рассеянность коллегу цветуалов. Более того, он считает, это необходима частью философской работы, из которой она не состоится как каковая. Осилие надо аудитории, и ее в ответ раздражение, недодавание и отвращение, несомненно, строили на области программы. Ну вот, конечно, я посмеялся, это было очень давно, когда я живу в Москве, сейчас, конечно, я потихоньку академизируюсь, но проект мне кажется удачным, потому что все, кто сегодня делает «Философика» по преимуществу, здесь и представлены. Понятно, что это моя выборка, был интернативный выбор, мне неоднократно об этом говорили, некоторые, которые обижаются, прислали мне гневные письма, некоторые просили включить их за деньги во второй, и пейте дом. Но я избрал только свою. А гневные письма послали тем, кто хотели, были исключены от этого вписка? Нет, включены. Ну там, кто не попал. Кто не попал? Ага. То есть их больше, чем 100 человек. Такой подиум философский, да? Где по подиуму проходит красавица, и все вроде нормально, а за ширмой там происходит непонятно что, там дергают, там закосы, там пинают, подножки ставят. Да, причем я все-таки эту философскую кухню знаю, и знаю, что это настолько разношерстно, что целью этого проекта было как раз то, чтобы собрать всех этих людей вместе и заставить их говорить друг о друге. Потому что главной отрицательной чертой современного российского сообщества является то, что разные направления, разные течения оказывают друг другу в легитимности, философской легитимности. В принципе, можно всю историю философии так рассмотреть, что каждое направление, считающееся документно способным, оказывают другому в легитимности. У нас это приобретает соответствующие карикатурные черты. Люди, пишущие на русском языке, живущие в России, не считают, что философия в России. И борьба с этим ведется на всех фронтах. Конечно, сегодня об этом говорить уже скучно и примитивно, потому что сейчас вся официальная пропаганда обсасывает в виде русского мира, ну и, соответственно, русской философии, которая отходит до этого понятия. Но так-то русских философов на телеэкранах не прибавилось. Они все сидят по своим инстанциям и участия в дискуссиях не принимают, за исключением политологов, экономистов. Ну, они не допущены. Я думаю, что тот же Иванович Товольстрим где-нибудь принял участие в косе дискуссий, но он придерживается настолько экстремальных взглядов, что его на телевизор, конечно, не пустит никто. Ну, он и старинкий уже. Ну, конечно. Я в последний раз его читал, наверное, лет 27 назад. То есть журналь, по-моему, «Молодая гвардия». Это было в 80-х годах. Вот. Такая вот эта вещь. А вот из всего этого списка, не странно, воочию я видел только двух людей. По понятным причинам Александра Балдачева и Татьяну Горичеву. И все. А Горичева тут тоже случайно. Фактически она просто ходила на семенах на Говицыну. В свое время. Вот. И там я видел, подумал как бы. Вот это так. Да, я понимаю, у меня такой москва-центризм. Тут большинство, конечно, москвичей. Но есть и представители других философских. Столица России, Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж. То есть много городов представлено. Геймерово. Да нет, я не имею ничего против этого. Я просто говорю, что вот как-то люди, которые делают философию в России. Я немножко философией интересуюсь. И вот вы из этого списка увидел воочию только двух людей. Ну что по телеку показывали. Я Горичеву не видел. Александра Бугачева я видел. С Горичеву хотел повидаться. Я его приглашал, но так и не повидался. А с Григорием Бугачевским знаком с Валерием Степчуковым. А с Александром Секасским появился живой он. У Секасского больше всего и представлено по телевизору до последнего времени. Да, да. У Секасского уже эта передача была. Я сейчас представлен такой филолог, как Владимир Хольцов. Вот он тоже здесь во втором доме представлен. А есть там одиозный Моисеев, который он в интернете связал? Нет. Но я его знаю. Ну а кто это Моисеев? А, Моисеев в смысле профессор Моисеев? Да. Ну он не одиозный, то есть он в принципе... Если он что-то делает, как бы там... Поскольку не отбирал бы техники, у кого есть собственные оригинальные концепции. Ну и оригинальные концепции, по его понять. Деятельность ведут, чего-то достиг. А в России таких людей действительно очень мало. Неоднократно на такую претензию предъявляли. Даже 100 это много, даже 30 это много. 2-3-4 максимум должны быть. Поскольку само это понятие размыто мотно и не обладает никакой эффективностью, то я вот эту площадку в виде этих трех домов понимаю как предмет для своей последующей критики. Я специально отбирал в этот философский заработок себе тех авторов, которые обладают хорошей концептуальной идеей, и которых можно критиковать с позиции философии, а не с других позиции. И скажу прямо, что многие хотели сюда попасть, но не попали. Я жду очень жесткой и отрицательной реакции со стороны. Я там слышал, что Степина академик там был в этом списке, да? Да, да, есть сейчас. А, Степина я видел, да, из Кашнакова тоже с ним. Да, Бранскова ты что? А чем Степина лучше Бранскова-то? Одно поле это, конечно. Я Степина не знаю, Бранскова знают. Тех как философия Иран, то есть он не стал академик там. Да, основной, как бы наш эпистемиолог. Я просто вспоминаю какая-то была передача, его пригласил Гордон. Гордон в себя пригласил, и Степин вышел, начал что-то рассказывать. И было видно, что уже через пять минут Александр Гордонов стал смертельно стыдным. Все, больше Степина я заявлял. Вот там на третьей передаче я один был. Стало смертельно стыдно просто, и больше я Степина никогда не видел по телевизору. Вот так и отвечу. Ну да. Введение я сделал. Наверное, вопросы какие-то будут? Да, да. Вопросы. Да, вот Александр спрашивал. А какая инстанция делала цензуру? Цензуру. Цензуру. И что под этим? Ну, прежде всего, и издательство, главные редактора издательств. А, то есть они, как таковой официальной нет, но они не хотели подпадать под нее после издания. Под запрет. Ну, Игорь Шеваревич по-прежнему из таких экстремальных взглядов. Да, да, да. А не боятся его, как у меня, можно приобрести. Поэтому... Ну, все равно, если там будет что-то не то, все равно придут заинтересованные лица и назначат кого-нибудь крайне. Нет, ну запретят, но как бы это не имеет какого-то смысла. Ничего, это весело запретить. Не надо читать. Проблема состояла, что редактора боялись санкции лично против них. Ну да, здесь нет редактора. То есть там проверки какое-нибудь, указания. А здесь не знаю. Нет, мне кажется, это был их личный выбор, личная связь. То есть там просто фобия, который был первым. Ну ведь какое-то издательство... И не должны быть тексты, которые запрещают. Тексты, которые разрешены очень философски, ну что ли, неприличные в наше время. Ну ладно, у нас такая пока еще без курса не получается. Я хотел... Ну потому что мы, безусловно, эти книжки не знаем, как я говорил. Потому что мы подавляющее... Это главная проблема. Да, большинство народов... О большинстве народов, которые у вас в книжке представлены, как делающие философии в России, мы никогда не слышали просто даже. Может не интересовались просто и говорят, не слышали. А может они просто философию не очень делают просто в России? Ну а ты открывал, не знаю, вопрос о философии? Конечно, открывал. В свое время. В свое время. Сколько? 20 лет назад? Да, 20 лет. Ну а то мы речь. Вопросом это... Тайничная философия, если вообще философия. Тайничная все это. Может они как бы с тех времен выросли как-то? Нет, это я понимаю, что это не их проблема. А ты об этом не знаешь. Ну а обычный переводчик типа вот молчан, он как бы переводит-переводит, там, допустим, Хадибер, а потом вдруг становится и там Гуссер, а потом становится друг человеком, который знает что-то о Гуссере или Хадибере. Это вот всегда такая судьба там. И типа он вроде как философ там. Ну это да, это на безрыбе и артрига по рыбам, да. Ну понятно. И просто вот по этому дискуссию очень сложно вести. Это я не говорю, это не в укол вашему списку. Это не в укол вашему, это в укол по большому счету мне, потому что я подавляющее большинство этих людей не знаю. Я со всеми с ними знаком, вращался в этих кругах. Так вот в этом беда, вот в этом беда. Беда в том, что мы не знаем современных философов. Мы знаем философов зарубежных современных, но отечественных не знаем. А если их знаем, то оставляем их в неприличном свете. Вот все отказывают в этом праве на существование философов философов. В этом и парадокс. Поэтому я и хотел подсполнить это поле. Потому что когда я приехал в Москву, то я не знал, с кем мне общаться. Я поступил на философский факультет и я хотел узнать, кто же делали по современной русской философ, которые могут быть поставлены в один ряд зарубежных. и я стал знакомым другом, сам познакомился со мной. То есть велась очень насыщенная дискуссионная работа. Да, здесь Анатольевич. Переводчики и остальные карьеры тоже не себе представили. Да, я говорю, что эта проблема как бы может быть и моя. Но где тоже интересоваться? Я, например, когда-то интересовался по поводу публикации в журналах, ну как академических, там большие деньги. Вот так просто не попасть. А где еще? Ну в интернете печатаются. Ну я не знаю. Ну там же, да, ну может у них есть какая-то преподавательская среда в Москве, там 4 или 5 философских философских в Москве существуют же. Нет, больше. Больше, да, но таких-то более-менее. Это моя почта. Да, у нас-то по сути только по большому счету один, потому что Герцена вообще не считается за... Такая ага, фуршатель. Все, нету. Да, нету, ну фактически, да. Ну безусловно, такая. Она была же. Ну она была, но она в никаком смысле культурно значимой не стала. Ну вот, например, как бы... Ну вот обратите даже на ту тематику для тех авторов, которые вы их создаете. Ну при этом в ваших обсуждениях есть русские талсты, но тем, кто, конечно, не дает совершенно ни вашего клуба. Поэтому незнание, оно не освобождает эту философскую ответственность. Да, безусловно, безусловно. Просто мы говорим, что мы не можем эту ситуацию немножко поддержать. Вот это знаете, как с русской религиозной мыслью, философской там, Бердяев, Лоренский, Владимир Соловьев и кто-либо еще. Ну, как происходит? Знакомишься с несколькими авторами, с теми же Владимиром Соловьевым, Шестовым, Бердяевым. А потом уже нет желания знакомиться с остальными, есть желание просто плевать в эту сторону. Что с ними еще делать-то, с такой, с этим национальным позором-то? Поэтому есть аналогичное ощущение и какой-то, как бы, академической философии, или псевдоакадемической философии в Москве. Ну почему? Мы же знаем, что такое философия в советские годы. Философия – это часть репрессивного аппарата советской власти. Идеологическая. Идеологическая часть. Ну вот у тебя есть КГБ какое-то, Пятое управление какое-то еще, а есть другая репрессивная часть – это философия на философских факультетах. Ну вот это таково. И относиться к этому как-то после этого не вызывает никакого желания с творчеством их знакомиться. Тем более, что, если позади, я все-таки вынужден на определенную воду часть был читать, например, научной методологией, поскольку я являюсь… Ну мне эта логика непоятна. Кандидатом кандидатам философских наук я… …а ваша логика примерно такая. Я не буду изучать западную философскую мысль, потому что в ней была инквизиция. Нет. Существовала арабская античность. Нет. Поэтому я не изучаю античную философию. Нет, нет, нет. Там философия противостояла инквизиция. А у нас… Нет, почему? Я с большим уважением отношусь к Хайдингеру, хотя он был объединенным нацистом. Почему нет? Вполне. Вполне. Но просто есть определенный круг тем и вещей, которые они обсуждают. Но ты не любишь КГБ, а к нацизму относится спокойнее. Да. Возможно. 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 Поэтому… Мне тут интересно привести цитату моего большево-научного руководителя Фёдора Геремка. Он как раз… А вот это феномене… А вот это феномене… А вот это феномене русофобики нанестили… Шахаревич… Ну, в близком… Вот сказал так… Значит… Ну, вот… Значит… Зачитая эту цитату… Значит… Правда, его звали Мирам Мамадашвили… Но и он не любил русскую философию, полагая, как я думаю, что её не существует. У нас вся философия сводится к истории европейской философии. Тот факт, что у нас существует отдельная кафедра по истории русской философии, говорит о том, что нет никакой русской философии. Было бы, видимо, нелепо, если бы у немцев, помимо философии, была бы ещё какая-то отдельная кафедра по изучению истории немецкой философии. Сколько я знаю, студенты не хотят быть русскими философами потому, что они хотят быть философами. А поскольку никаких философов из них получиться не может, они становятся эпигонами европейской философии, некоторыми производными величинами. Мы бедные, запудалые и вообще дальние родственники на перу европейской мысли. Наше место сбоку на скамеечке. Между тем, без философии можно вздохнуться в душной непроветриваемой комнате ума, а открыть в ней корточку некому. У нас философов нет, а те, что есть, работают учениками под мастерями на западе. У нас душно, они открывают символические окна одной Европы. В России философия была, а это славянопилы. Данилевский, Леонтик, Ларинский. Сейчас усилиями немногих пограждается философия по странам и русской области. Философия у нас будет тогда, когда мы очень захотим, чтобы она была. Но вот этот славянопиленка, каждый может в ней себя и узнать. И поэтому нет представителей совсем аналитической философии московской? Поскольку они все не русской философией занимаются, а американской. Это вопрос. Это вопрос, да? Ну, почему здесь есть логики, есть логики, перминенты? Нет, логики Шуман далек от аналитической философии американской. Целищик есть директор института философии права. Сибирское отделение для сибирского отделения людей на науку. У нас есть в Москве довольно крепкий такой кружок философ-аналитиков. И из них как бы никто не представлен, насколько я понимаю. Ну, а самые крупные методы? Ну, я не знаю, кто они считают из себя крупными, но Горбатов управляет этим, как бы управляет, ну, модерирует эту группу. Ну, там Васильев есть. Васильев, да, профессор Васильев, да. Это две книжки у него вот по аналитической философии. Получил Авдивиана Смирнова такую пощечину. История была очень интересной. Знаменитый американский философ Дермент представлял в библиоглобусе книгу профессора Васильева. В это время мимо библиоглобуса участвовался сотрудником Филеан Смирнов. И вот какой-то случай, прям судьба свела меня, его и профессора Дермента. Значит, после моей смски о этом мероприятии он тут же разошел на мимо с первый этаж библиоглобуса и набросился на этого Дермента, который в спешке затем уехал из России, видимо, повоявшись встретить где-нибудь поблизости еще и русского медведя. Вот такой анекдот, вот такие события у нас в российской философии у нас в России, в России, в России. Слушай, а вот, Ревят Смирнов, там мальчик крупный достаточно, нет? Да, я вот хотел отрел зиму Романа прочитать, как раз впечатлению, которое оказала на него питерская философия, посещение питерских философских инстингуций. Вот я сейчас зачитаю этот дупер. Но я направился в сам Петербург еще и для того, чтобы открыть для себя его философию. Несомненно, здесь должна была быть своя глубоко оригинальная философия. Я написал это слово сейчас маленькой. Ошибся. Нужно было бы написать его с большой философией. Скажу сразу, я и стал в 10 великих мастеров философии, по-аустам, генеям, ибо в Москве видел 3-4 каталог. Философское сообщество Санкт-Петербурга имеет свои особенности, которые мне, как москвичу, показались весьма любопытными. В Ленинграде нет шайки хозяев. Философия там и бизнес, и не ядствующих злых прохвостов, вроде Миши Герлиоза и милиции адмирала Академии наук, крепко затевших в Москве, основавших фашистскую пиодальную систему и окруживших себя с телом и предводным неприплостом. Нет, я не увидел здесь сам Петербурга насилия над мыслью. Да, часть философии ленинградские чиновники успели продать предруковатому двойнику московских политологов. Конфликтованно. Что-то про конфликтологию я не пойму. Думаю, что то же самое, что и отдельное эральское экономическое, политиканство и политологии МГУ, только другой не менее глупо-рустый. Но в целом философия в Ленинграде в таком-то виде все-таки сохранилась. Беда сама Петербурга от рукопа. В нем нет учителей. Бедные, несчастные, ничего не подозревающие студенты и студентки, слушают недалеких, но при этом очень вежливых лжи учителей и ученика в самом хорошем смысле этого слова взять пример. Не с того меня восхитили студенты. Если в МГУ и в Жонгопове на лаконке при слове философия поднимается злой и неодопрительный смех, если студенты, обучающиеся в Москве в сущности, относились к философии с безразличием, то в Санкт-Петербурге, например, в университете, студенты и студентки пришли ее философию изучать. Получается, что в Москве старик философский бордель, в котором верховый Цитин Сабартьевич, рассматривающий философию как соединительства к упрощению наживы. Студенты философию не любят, но при этом есть 3-4 дневных преподавателей, на плечах которых, словно на плечах Адам, она и по нему держится. В Ленинграде все не так. Там блистательные студенты, оказавшиеся в заложниках их здания, ни в чем бы то, грамотных преподавалов. Иного слова я не буду власти читать. Обречены изначально. Никто меня из Ленинграда и Петрограда не выгонял. Никто не намекал на то, что я лишний, некий заезжий шарулатан, измившийся, обращаясь к народу в Санкт-Петербург были на четырех пунктах бедров. Меня, признаться, очень порадовала нежность Петербургства. Она, видимо, сохранилась у них со времен Генера Бетокова и Андрея Балконского. Да, он труп в гон. Античность, то есть иными словами философия Древней Греции, в Петрограде преподаю повод. Выречивая, санкромная, доброжелательная, но все же повод. Ангитский и философский Петербург возглавляли какой-то старик, удаленно напоминающий лица адмирала Московской академии науки. Античностью души студентов человек по фамилии задушен. Какого словом я признал нигде, ни в ПЗ, ни в цирке, ни в ПНД, ни в Кашенко, ни в Ульгу, ни в Этрезрите, ни в Желтом Доме, ни в Самом Страшном Сне. Этот двойник, а Ленинград – это город двойников Москвы, это город Кома, был как две капли волшно заслуженного и рода Зимнерусска, профессора Кухонникова, а уплачивая вещь по народу населением глуп, якобы философии Греции, минимум. Профессор, задушен, превратил окончающую ткань истории философии в напористое и слюднилое словобобие о лучшем. А лучшем повея своей собаке, она растягла в интернете в ночи и печуши. Бедные, бедные, бедные его ученики и ученицы. Недослушав этого, величило долбчинство и вышло из аудитории, что ленинградцы, кажется, восприняли как хамство. Да, при Павле, философия от Санкт-Петербурга имеет явно инойский акцент. Здесь изучаются семитские языки, что хорошо. Ищательно изучается в Библии. Есть специалисты женщины, исследующие Индию. Античная же философия не уградит. Это его позорная проверка. Это дыра на саду Клушкина. Некому эту дыру заплатать. Больше всего мне бросилась в глаза какая-то необычная холодная житель Северного Града. Да, они вежливы, но, к меру, да, они спокойны, но за всем этим фокусом непонятная, непреододимая, странная корпус. Может быть, у дверек, особенно северного мобилитета, светского залива будут холодные ветры, непрерывно меняющееся небо заставляет жителей города чувствовать себя живущими во льду. А кто пребывает, то находится во льду правильно. Тридцатьчвёртая песня Данда, Инферн, Люцифер, то есть персонификация злая порода. Вот. Ну чё, он хорошо пишет, да? И самое главное, в общем-то, и правильно пишет, я думаю. Ну чё, реально у человека определённого рода художественные таланты написано и правильно, и хорошо. Да, я читаю. Вместо я про Питерскую философию почитал. А в целом роман посвящён его войне с московскими философскими конститутами, по факультетам и философии, но и другими факультетами, согласно и по Москве. А я вот хотел сделать замечание по поводу книги. На самом деле сам факт появления такой книги как раз и указывает на то, что у нас в России нет философии. То есть если надо специально доказывать, что она есть, собирать там по сусекам каких-то философов, тогда там и издавать, это означает, что у нас нет философии. Никакой русской философии. А почему? Почему так про логику странно? Ну это же всегда так. Если кому-то что-то надо предъявить, как бы на глаза намозолить, то это некого рода, как сказать, намеренность. То, что само себя показывает, оно не нуждается в никакой рекламе, оно просто есть и всё как стоит. Нет, видимо, мы с эпохой ошиблись. То есть в сегодняшнее время без рекламы и без тебя никуда, все тебя пиарят и рекламируют, все завоевывают интеллектуальный рынок. Если вы не делаете этого, если бы вы не выходили в эфир, а дома на кухне ждали эти разговоры, кому было бы интересно? Ну это второй разгар. Второй вопрос. Смотрение в кривую в зеркало. А второй вопрос. Сама философия ведущая жить тихо, не высовываться. То есть философия сама не нуждается в какой-то пышном пиаре, в какой-то торжественности. Философия, на самом деле, это некого рода дело жизни, которое каждый отдельный философ ведет в тишине у себя, где-то там в кабинете или там среди друзей, такой маленький кружок. Философия разная была. Есть кабинетная философия. Мы в античности, на самом деле, многие философы о правилах, например, Аристотеля вообще забыли, если верить тому, что о нем пишут. Да, и потом кто-то там специально нашел где-то в подвале какие-то засаленные рукописи, и благодаря этому он потом стал великим философом. А мы бы вообще исчезли из того, что называется историю философии. Так же и здесь, и у нас. Просто я никогда не понимал вот эту логику самообичевания и самоуничижения. И еще вот эту логику отрицательных примеров, которые мы даем за образцы поведения и философства. В тишине где-то, в болоте, с тараканами на кухне. Тут же близко положительный пример с Патромом Сократом. Притушение философского образа жизни. Аскеза, не знаю, трипьё, верность, нищета. Вот почему мы это пиршество вдруг, эту самую экстремистскую, экстремальную форму человечественного проявления, представляем себе какой-то кабинет. Я не понимаю. Нет, просто есть версия, что мысль на показ, она перестает как бы быть серьезной. В этом на показ что-то присутствует такое, как бы театральный какой-то цирк присутствует. В этом нет серьезности. Влад, а с другой стороны, значит, нет серьезности в написании. То есть Канн зря писал, Гекер зря писал. Мы должны осудить за то, что они написали, а они молча сидели и думали об этом. Но они пиаром не занимались? Нет, ну что, это книга есть книга. Ну, во-первых, непонятно, почему такая претензия предъявляется здесь, потому что к кому ты ее адресуешь? Ты адресуешь ее к авторам, но авторы, часть из них вообще не хотели попадать в эту книгу. Часть из них попали, потому что их пригласил Александр, да, правильно? Алексей. А, Алексей, извиняюсь, Алексей. Вот. То есть, или ты предъявляешь эту претензию Алексею, но как ты предъявляешь эту претензию? Нет, это важно. Потому что, получается, примерно следующее. Сидят люди по кабинетам в тиши и философствуют. А кто-то занимается пиаром и создаётся по книгу. Мои предъявления состоит в том, что пройдет время, на самом деле, и кто-то, кто был философией в нашей стране, будет оценить по этой книге. То есть, все люди, которые... Ты сам себе и сейчас противоречишь. Нет. Вот этим... Есть какие-то философы в тиши, да, которые занимались философией, да. Их, может быть, никто никогда не узнает. А вот какие-то пропиаренные фигуры... Так вот они и были в тиши, а часть стала теперь не в тиши. На что? Ни в коем случае ни о ком нельзя говорить. Нет. Просто, а как вот они должны стать известны, интересно, да? Вот так они и становятся известны. Ну а что, да? Кто-то уже умер, понимаешь? Вот он уже умер. Вот. И попал в этот третий том, допустим. Вот. Или пусть еще 30 лет пройдет, и тогда будем издавать. Так почему осуждать систематизацию? Что провел автор систематизацию? Ну систематизацию можно и можно осуждать, конечно. Почему? Ну по каким-то критериям он сделал. Хорошо. Ну потому что, на самом деле, это, ну, это очень знакома мне ситуация. Вот есть литературное сообщество, да? Тоже в основном... Поэтическое. Да. Поэтическое, допустим. Поэтическое сообщество, которое тоже центрировано в основном вокруг Москвы, но не только. Вот. И там тоже главенствует такая идея, что надо собирать контекст современной поэзии. То есть вот мы все разрозненно где-то там что-то пишем, мы не знаем, что происходит, надо взять всех и собрать. Причем там ведь та же самая история, что и философии. Одна, скажем так, литературная школа, если вообще таковая есть, или один поэт, да, он отрицает легитимность другого, да. То есть он отрицает то, что вот, допустим, другое направление поэзии вообще может называться поэзией. И когда... Да, отрицание легитимности другого, да. Да. И когда начинают собирать вот этот единый контекст, вот когда мы видим, что есть проблема вот с этой легитимностью и собирают контекст. Почему собирают контекст? А потому что, как бы, вот этот контекст, он не собирается естественным путем. В какой-то там науке, допустим, вот, уже консенсус это или не консенсус, но там уже всегда этот контекст есть. Там нет необходимости вот собирать воедино этих людей, да. То есть мы можем, как бы, задаться вопросом, кто является современными физиками, да. И мы так или иначе ответим на этот вопрос, и этот ответ будет, ну, скорее всего, как бы, общезначимый. Вот. А с фиософами там, с поэтами, еще с кем-то, вот это не так. И тогда их собирают в единый контекст вот таким, ну, как бы, можно сказать, насильственным жестом, да. Потому что рядом ставят тех, кто не хочет стоять рядом. Вот. Ну, вопрос есть только в том, что нуждаются ли они-то сами и философия, вот нуждается ли она в этом контексте. То есть, Влад хочет сказать, что контекстом для философа является философ, да, что вот он философствует, так сказать, исходя из себя, своей жизни, да, какого-то там кругозора и образования, но не так, чтобы ему нужно было знать всю современную мысль, чтобы, так сказать, произвести нечто новое. Как обстоит дело в науке, да. То есть, если ты занимаешься наукой, ты должен знать, где пролегает фронт, так сказать, где там окопы, где там артиллерийские батареи сейчас стоят, куда лупят и так далее. Вот. Если ты занимаешься философией, есть подозрение, что этого не нужно. Почему? Вот. Может быть, даже лучше не знать. Вот. Ну, как и поэзия. То есть, для того, чтобы писать стихи, не нужно знать всех других поэтов. Ну, в каком-то смысле, обычно говорят так, то есть, если хочешь писать поэзию, ты должен долгое время много-много-много читать других, а потом перестать это делать. А часто, вроде, с тобой приходит даже человек, не знаком устроить. Ну, что-то надо, наверное, да, вот. А потом просто надо перестать других читать, потому что это вредно. Ну, там философия, скорее всего, да, то есть… Нет, на философии есть еще такая мысль, которая тоже с поэзией перекликается. Потому что какой-нибудь поэт, там, типа там, выдающийся, может, может получиться так, что все начнут сочинять в его канве, там, какой-то, в его парадигме. Так в философии точно так же. Если ты будешь читать других философов, да, то может случиться так, что твоя мысль, собственно, никогда и не начнется. Поэтому философию в принципе считать нельзя никого. И с какого-то момента философ понимает, что не надо ничего читать. Ну, так или иначе, мы помним, что там все крупные философы, они, так сказать… Их, несмотря на то, что… Извиняюсь. Их, по крайней мере, манифестации было начать сначала. Естественно, они не делали это стопроцентно честным образом, да, то есть они не начинали совсем сначала. Вот. Но, по крайней мере, вот, был некий такой жест. Вот. Жест нового начала. Ну, нужно знать в любом случае, лучше повторяться. Ну, чтобы не… Зачем? Если вы еще раз колесо откроете, и вы не знали о том, что кто-то его там открывал, это ваше личное открытие. Ну, это же интересно каждый раз что-то открывать для себя новое, да. Самое интересное. Ведь, понимаете, не для других это дело, что… Ведь основной вопрос, а что такое философия, да? Является ли это некой дисциплиной научной, да, научной, я не знаю, или бог знает какой, но важно неким поприщем, которое должно поступательно развиваться человечеством в его совокупности. Или это и есть, например, да, некая личная практика, ну, как медитация там или еще что-то, как путь, не знаю, достижение счастья там или еще бог знает чего. То есть, некий личный путь, на котором мы чего-то достигаем. Если это так, вот если второй вариант принять, ну, допустим, тот же Мамардашвили, насколько я помню, там, насколько его читал, он скорее к этому склонялся, в понимании философию, то в этом случае можно и нужно открывать колесо заново, потому что это вы делаете как бы для себя и для своей жизни. философия, это некая деятельность, которая тому, кому интересно, она делается только для себя. И хорошо, если кому-то она еще помогает. Ну, что, Алексей, у вас осталось что-нибудь или мы будем уже закрываться по времени? Ну, вот опять какой-то фессинизм. В этом все исходится. Вот с заградью, под диван и еще, значит, в самый дальний угол, с караканом, и на этот диван все навалится. Пускай она там выживает как хочет. Нет, извиняюсь, а можно, Алексей, я вот дополню? На самом деле вы не правы, потому что вот в этой вашей фразе звучит оценка, да, вы считаете, что, допустим, вот это поприще, то есть заниматься наукой, я не знаю, или двигать там вот эту философию как дисциплину какую-то, это важно, да, вы считаете? А, скажем, вот этот путь там индивидуальный человека, то, что там размышляет где-то себе, вот, и в итоге к чему-то приходит и проживает всю жизнь, это не важно. То есть вы уже предварительно вынесли некое суждение ценностное, и оно ошибочно, вы приписываете нам пессимизм, когда на самом деле мы просто как бы, может быть, да, не все, мы, может быть, у нас просто другие ценностные, так сказать, акценты растатаны, понимаете, тот же Хайдегер, допустим, да, вот, несмотря на всю его там где-то и академичность, он же говорит о том, что мышление это не то мышление, как, ну так сказать, как мы понимаем какую-нибудь там гуманитарную науку, а это некое действие наше, которое вот конкретно с моим бытием, там, с моим существованием связано, и это значимее. Ну, это Хайдегер, пока он жил там в избушке, никому не известно, только стал нацистским ректором, сразу отношения изменились. Ну, у всех бывают, кстати. У нас уже продешел эту избушку. Вот мы потратили по местам. Вопрос о том, что философия должна быть публичным делом. Она и начиналась как публичное дело, а не в нашем вот этом, даже я бы сказал, в вашем, как у Морозумовского стиле. Попить чаёв, закусить пирожком, что-то обсудить. Вот такой, значит, образец у Достоевского показан. Русские мальчики, которые говорят о великолепичных вопросах, спорят, спорят бесконечно обо всём и ни о чём. Но жизнь за окном от этого лучшим не меняется. Мой проект – это критика современного голосовского состояния. И одновременно показ всех их плюсов и минусов. Но прежде всего это критика. Вот посмотрите на всю эту нашёлтную публику, которая занимается философией. Там есть люди скандальные, есть молодые, есть уже состоявшиеся. То есть это скандал взять их всех на одну площадку поместить и выставить на всеобщее обозрение. Вот о чём речь. О том, что люди хотя бы узнают, что есть какие-то ещё другие альтернативные позиции. Вот, собственно, эту коммуникацию я и хочу создать. Потому что местечковость Кружковщина, она везде, она прогнила. Ею пронизаны все философские институции. И в третьем доме, здесь в качестве приложения, приведён текст про Кемеровского, философа Владимира Крайцева, который называется «Современное философское сообщество. Композиция, влияние, форма коммуникации, философские психологические типажи». Вот достаточно этот текст прочитать, чтобы в целом представить, что же собой представляет всё современное российское философское сообщество. от философской эпоху незащитой диссертации до получения грандов философа. То есть вся однокодная какая есть, она вся скрыта. И этим занимаются сами философы. В этом и состоит их критическая позиция. Они не хотят быть нерабыми Мамагдашвилями, которые рассуждают о Декарте, и тут же кладут на газету «Правда» кости от слёдки, запивая её крепкими напитками. То есть вот такой карикатурный образ, который Зиновьев жёлтым, он и словно «Грок», он по-прежнему продолжается. Вот появился Ирлианн Свердлов. А появился я. Он по-прежнему этот образ живёт, и его надо просто калёным железом уничтожать. Принуждать людей к философски. Вы же используете людей из такого народного философства. Не совсем. Вот я не хотел бы добавить. Прерождённый философ. Нет, нет, нет. У нас на самом деле принято, что поэт в России больше, чем поэт, да? А тут как бы такая заявляется позиция, что философ в России должен быть больше, чем философ. Да, он должен изменить жизнь. Он должен быть личным, он должен быть эффективным, влиять на аналитики и процессы жизни. Нет, Никита, ну ну была. Нет, он должен быть философ. Речь не о том, что философия… Поэт, она не больше, чем поэт. Философия, которую… А сейчас… Мы-то знаем. Мы-то знаем. Ну вот смотрите. Вот я предлагаю, допустим, не принимать эту концепцию, но просто увидеть, да? Есть понимание философии как индивидуального пути спасения? Есть. Так это две разные деятельности. Есть мыслительная, публичная деятельность на производство продукта философского конкретного. Есть другая философская… Так вот что мы будем называть философией? Каждый, каждый, для себя все что угодно, но когда мы заходим в книжный магазин и спрашиваем, где у вас там философия, отправляют к конкретным оперешкам. Вот. То есть, как бы… Нет, у меня есть философия. Все очень просто. Надо, чтобы были имена. Если имена есть, есть и философия. А у нас парадокс. У нас два таких парадокса. Одни говорят, философы есть, нет философии. Вторые им стоят, есть философы, но нет философии. Или это не так, наверное, вы? Нет. Нет, только походя. Есть философы, но нет философии. Они раскились, но правы. Ну, это у вас такая парадоксальная ситуация. Это очень плохой парадокс. На Западе какого парадокса нет? Там люди не озабочены, есть ли немецкая философия, есть ли американская философия. Они просто делают свое дело и поставляют нам свои философские продукты, используя нас как в свою интеллектуальную колонию. Все обсуждают их идеи. Идеи наших философов за редким исключением. Видите, какой-нибудь такой национальный день. Вот сейчас поговорим в рамках русского мира о русских философии. И самое интересное, что идеи там и не очень бывают великие, но обсуждают, просто дерутся, обсуждают, спорят, критикуют тех же философ аналитиков. Кто-нибудь что-нибудь там про китайскую комнату брякнул все это, так вот полстолетия обсуждают. У нас наверняка тоже есть какие-то такие возможные были бы маленькие идейки, которые можно было обсуждать, но нас просто не обсуждают. Просто не читают, каждый что-то вякнул, а что-то другое? Говорят, ты пошел. Попробуй покритиковать так-то. Вообще, черт знает, что возникает даже в интернете. Вот если написать критическую статью на чей-то текст, ты что, как ты посмел, как ты можешь? Человек выразил свое. В академической культуре нет их поменей. Может быть, в академической, конечно, в академической философии она еще сохранилась, но это все заказное. Вот вы правы, Александр. Когда я работал с таким философским журналистом, я написал лицензии на выходившие книги. И это воспринималось штыки. Но со временем это воспринималось как вот такая площадка для лицензирования. А в Америке любая статья порождает десятки критических статей, и все на самом деле нормально. У нас этой вот философской журналистикой, такой философской публицистикой мало людей занимаются. Академическое сообщество распухожилось до гранд достижательства, институции типа философских факультетов владят пиарщиков и менеджеров, и получается, да, философия состоящена в какой-то индивидуальной практике неудачи каких-то философских лохов, которые продолжают писать или выступивать на машинке свои философские системы, охватывающие всю вселенную. То есть вот это тоже наша проблема – отсутствие критического подхода к самим себе, прежде всего к самим себе. А все потому, что люди не знают друг друга, не читают. Вот даже ваше обсуждение показывает, что мы сейчас обсуждаем книгу, которую никто еще в руках не поддержал. Представьте себе. Я недавно удивился, захотел попросить человеку написать рецензию на рецензию, не удивился, что он хочет от корки до корки прочитать эту книгу, а не как рекомендовал деньги, старшим путем, прочитав аннотацию и содержание, тут же настроить какую-то прежностную рецензию. То есть люди еще хотят прочитать от корки до корки и поддержать книгу в руках, чтобы написать нормальную рецензию. Не знаю, я, например, эту философию пытаюсь в сети встретить где-нибудь какие-нибудь видео лекции или какие-то видео, какие-то доклады, и сейчас, честно говоря, как бы не особо, так сказать, распространено. Книги, по-моему, тогда отмирающая такая культура. Ну, еще какое-то время они будут соседствовать, а так, вообще говоря, по-хорошему, это уже прошлое. А, ну, отмираю себе этим, кто просто разучится читать в коре. Ну, вообще-то, значит, первые философы, они ничего и не писали, они просто говорили. Да, Сократ, как известно, ничего не писал. Амоний Саркас, который был учителем Блотина, ничего не писал. Так что для философа ничего не писать – это нормально. Ну, сейчас, наверное, как бы уж не те времена. Ну, первый русский философ, упомянутый Мордашвиде, тоже ничего не писал практически. В основном… Ну, вот и трудно сказать назвать его философом. Я бы не стал называть его философом. Ну, понятно. Нет, просто на самом деле, я не знаю, мы пытаемся тоже обсуждать, только что не читали, но я хочу заметить, что, Алексей, вы занимаетесь замечательным делом. Это очень важно, вы занимаетесь, хотя, конечно, исходите из собственного вкуса, и пытаетесь, на мой взгляд, найти то, чего нет, но вы пытаетесь… Вы пытаетесь, действительно, заняться рекламой и пиаром российской философией, любой мысли. По большому счету, ведь гордиться можно чем угодно. Гордят же американцы своими недоумками, гордятся, и всему миру их навязывают. Поэтому можно любым из лиц, которые представлены в вашем списке, или которые не вошел, вполне спокойно гордиться и создавать из них образец крупного русского философа. Это не… Нет, не об образцах речь, но и об образцах тоже. Мы хотели достать их из-под полу и показать, что… Да, да, да. Это очень такое подозрение закладывается, что вы специально договорились, держать дискуссию в таком-то сжатой атмосфере. Нет, я хочу еще и заметить, это же вот то, что вы занимаетесь, оно очень важно, потому что чрезвычайно важно вести, например, в России попытаться моду хоть на сколько-то интеллектуальную деятельность. То есть на интеллектуальные… Да, да. Это было моду, чтобы было понятно, что это не стыдно, престижно. Они не только… В принципе, вы тоже этим занимаетесь, а в интерактивном режиме. Да. Ну вот, получается, что это как бы так важно, потому что… Ведь не секрет, что, по большому счету, на протяжении там, ну, последних десятков лет, отовсюду идет агрессивная антиинтеллектуальная пропаганда. Но она касается его всякой. В результате, фактически, любая, хоть что-то, так сказать, обумная, то есть какая-то интеллектуальная деятельность, у нее есть налет такой второсортности, даже чего-то такого для настоящего человека постыдного, что вы совершенно правильно отметили, что почему-то до сих пор считается, что философ – это тот, который должен жить непонятно где, в подвале, мысли непонятно что, селедкой на газете и чем-то еще. Главное, он при этом ничего не делает, кроме этого. Потому что он без денег. Ну, вот как-то вот это. Это действительно важно. Поэтому вы вещь сделали очень хорошую, полезную, важную. Вы всех необходимых вывели на тишину, теперь известно, кого нужно. Не то что. По крайней мере, почему нет у нас философии в России, да? Нет, по крайней мере, попытаться ввести хоть какую-то моду на интеллект, это, по-моему, чрезвычайно важно. Что показательно, что теряешь книжки упал, сто, а вот эту запись после готовности и выкладки в интернет сразу три тысячи человек посмотрят. А три тысячи полусмотрят? Ну, по крайней мере, подписчиков три тысячи. Ну, да. Они не узнают смотреть. Ну, по крайней мере, узнают, что такой заголовок будет, и они получат сообщение, что вышла такая книга. Три тысячи человек сразу же. Ролик разрекламирует во всех сообществах. Это понятно? Нет, у нас подписчиков в канал три тысячи. Три с половиной тысячи человек. Три с половиной. Три с половиной. Три с половиной, да? Три с половиной. Можно вопрос задать? Вы сказали, что кафедра русской философии, что, не должна быть, что ли, или как-то они из моды вышли? Я вот не уловил это. А почему, собственно? Нет, само наличие, опять, одновременно русской философии говорит о том, что это какой-то феномен очень редкий, который изучают на специальной кафедре. Если философия есть русская, то она изучается в рамках мировой философии, а не как отдельное, а какое-то такое уникальное, редкое, вымирающее событие. Ну, точно так же и по отношению к книге, да? То есть, если бы философы у нас были, не надо было бы списать специальные книги. Ну, тоже верно, да. Что, как бы, вот такие философы у нас есть. Та же самая логика. Нет. Та же самая логика, если сказать, что надо вообще не стать книги, и так все происходит само собой. Александр, если есть кафедра философии в Германии, то отдельно не выделяют кафедру немецкой философии, потому что все немецкие философы, они в первом ряду изучаются. Дополнительно не нужно их изучать. Вот. А кафедра русской философии, потому что если выстроить ряд всех философов, то наши русские окажутся так далеко, что их идут специально на отдельную кафедру. Ну да, ну и что из этого? Да, вот специально. Ну это значит, это говорит о том, что они в десятом порядке. Ну и что, какая разница в десятом? Есть такая тема, и ее изучаем. Почему? Я вот это спрашиваю, не понимаю. Почему ее изучают? А почему немцы не изучают немецкий? Ну немцы свои. Если в каком-то улюбинске есть поэты, и есть там институт в Улюбинске, то мы не будем делать кафедру улюбинского поэзии. Ну потому что она не стоит того. Да не бывают такие там уральские поэзии, понимаете? Да, они отдельно. Я думаю, все-таки русская философия, наверное, не так уж то, как это привести, свести до какого-то одного отдельно стоящего микрогорода. Ну что, ну все, да? Можно во что-то хлопать? Нет, может что-то хочешь добавить? Вы хотите что-то добавить? Можешь не хлопать? Может хлопать? А, я... Да, да, заключительное слово. Наверное, по времени нас уже... Заключительное слово. В поддержку русской философии. У меня одно из интервью, как и называлось, «Принуждение к философии». К философии надо принуждать. Как к миру мы принуждали Грузию, и вот этих генералов Мамардашвили, Сардашвили и прочих. Так философии надо принуждать. Потому что... Если философы внутри страны не могут хотя бы договориться о том, как правильно произносить русское или российское, ну, тушите свет и начинайте покрывать шмотан. Я свой проект замысливал с целью популяризации отечественной философии. А в медиа-доммуникации у нас написки игнорируются, и любые попытки сделать ее востребованной воспринимаются в штыки. Вот когда вышел первый том, то академическое сообщество очень запоздало, но все-таки отреагировало. Я знаю, что после выхода первого тома Академия наук и институт философии замыслили издание целой серии из двадцати книг, посвященной русской философии двадцатого века, и прежде всего второй половины двадцатого века. Были изданы двадцать томов, посвященных советским философам, Зиновову Мамадашвили, Лениенкову, очень многим философам. Один философ, один в котором были собраны критические статьи, неопубликованные тексты, и эта серия до сих пор, по-моему, издается. И я думаю, что именно я ее и спровоцировал, потому что им необходимо было подвести тоже какой-то свой символический итог по итогам советской философии, и они такую серию удачную. Я же занимаюсь постсоветской философией. То есть это очень необычный жанр. По сути это история современности. Это прежде всего многих раздражает, потому что люди боятся либо попасть в этот том, либо не попасть в этот том, либо остаться, либо быть упущенными. Это своя такая двойная бухгалтерия символической стере, которую я осуществляю. Ревизор приходит и начинает предъявлять свой счет. А ну-ка покажитесь, предъявите свои философские идеи. Спасибо. 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 Спасибо.